Все, Сергей, выдыхай. Мы начинаем. Рад приветствовать всех, кто дожил до второй части. Мы нашли человека, который будет вести протокол для Teams Integrity. Им стал Алексей Сафронов, и команды полностью укомплектованы. И мы начинаем вторую часть, которая призвана более детализированно, более конкретизированно, показать какие-то отдельные аспекты и фрагменты тех технологий, которые мы обсуждали в первой части. Кроме того, мы поговорим о некоторых конкретных проектов, которые делают наши товарищи, в частности Сергей Пульников. И, пожалуйста, поприветствуем Сергея Савченко. Добрый день. Меня слышно, да? Так, меня слышно, я думаю. Хорошо, ребят. Значит, у меня презентация связана с активностью партнера. И слово «активность» у меня равно слово «поведение». Поведение человека, партнера, сотрудника. И даже в некотором смысле, поскольку я из нескольких областей, сразу и позиции мои там в образовании, и в инженерии, и в кооперации, моя презентация как будто бы не меняется. То есть я ее доношу и до руководителей предприятий, и до руководителей школ, до учителей. Она, в общем-то, про одно и то же, потому что поведение сотрудника и его активность – это то же самое, что и поведение ученика и его активность. В этом смысле ученики и дети, и сотрудники компании, организации – это одно и то же. Что хочу сказать? Хочу вам этот тезис донести, и он первый сейчас, и даже его доказать. Вот есть такой Жак Фреско, который сказал, что люди поймут, как только люди поймут, что ценности и взгляды человека формируются средой, манипулировать ими станет намного сложнее. Я тут немножко мэтро добавлю, что и манипуляция поведением человека тоже сюда включена. Есть вот такая схема Зинченко. Это из методологов, из, кто, может быть, знает, может быть, слышал, Щедровицкие. Это группа щедровитян, так называемых людей, которые, в общем-то, Георгия Петровича, приняли технологию Георгия Петровича в плане деятельностных игр. Так вот, что там? Что известно про то, как людьми манипулируют, как ими управляют? Эту схему можно читать слева направо, справа налево, но смысл от этого не меняется. Есть среда, где есть люди с какими-то взглядами, поведениями и ценностями. И оно вот какое-то, пока не будем называть там плохое, хорошее, безоценночно. На эти взгляды поведения и ценности из пространства культуры влияют эталоны, образцы и нормы. Эти нормы кто-то когда-то создал. Ну, понятно, что человечество в общей группе, в общей массе, но, по сути дела, есть в пространстве исследований и прожектирования позиции, которые занимаются, собственно, исследованием пространства культуры, созданию новых норм, созданию новых образцов, трансформации старых норм. На примере таком очень простом бытовом, можно было бы так сказать, вот есть у нас мода, меняются там брюки, джинсы, платья и так далее. Это очень характерный пример такой, как только вводится какая-то новая норма в ношении чего-то, люди ее с удовольствием принимают. То есть у них меняется в этом смысле и ценности, и поведение, ну и так далее. Эта схема очень такая показательная для манипуляции поведения человека. Что нам, как управленцам, компаниям или людям в организации труда, предприятия, что нам полезно из этой схемы? То, что на самом деле мы находимся в позиции всегда проектировщика, и мы выводим такие нормы в нашем пространстве культуры предприятий, которые так или иначе формируют вот такие взгляды и ценности поведения. Есть четкий инструментарий, каким мы пользуемся, или понимание. Мы пользуемся обычно в компании политикой и экономикой компании. И через существующие орг структуры управления эти политики и экономики вводим. Известные на слайде сейчас орг структуры управления, иерархия, матричный подход и управление в бирюзе. Сильно не буду их прям раскрывать, но вас перестало видно. Ничего страшного. Я слышу? Я слышим? Непонятно, слышим ли я? Ладно. Раз, раз. Тебя слышно. Все отлично. Спасибо. Просто пропала картинка. Иерархическая модель, если грубо, это управление вертикально. Там есть своя экономическая модель в виде заработной платы за время. Матричный подход, это уже более такой известный. Это включение отношений горизонтальных, где оплата труда уже из-за результат. Есть бирюзовые организации, так называемые холократии и социократии. Все они имеют свои экономические показатели, экономическую модель в оплате труда и так далее. В общем виде, можно было бы так сказать, я так загрубил, как можно было бы их распределить по отношению к поведению человека. Правая часть, все, что ближе к вертикальному управлению. Там наше поведение у нашего сотрудника, оно такое, неактивный. Неактивный, он управляемый. Управление происходит как бы со стороны деятельности. Здесь какие нормы? Он объект деятельности. Есть какие нормы? Нормы такие, что человек, он ответственность на себя не берет, решения не принимает, отсутствие инициативы происходит. Все, что касается левой части, там где ближе к бирюзе, здесь это управляет деятельностью, то есть он воздействует на деятельность. Он активный, поведение у него активное, значит он субъект деятельности. Нормы здесь соответствующие, то есть он ответственность на себя берет, принимает решения. Он инициативен. Несмотря на то, что, вроде как все нам известно про это, про эти орг структуры и так далее, сейчас она большим грехом и будет даже неудобно управленцу сказать, что у него типичная вертикальная модель. Он скажет, нет, конечно же у меня есть и горизонтальные управленческие способы управления предприятием. Но проблематизация заключается в том, что мы вроде бы и вводим горизонтальные связи, но как будто бы не до конца их проигрываем. Но как будто бы что-то еще мешает или мы что-то не делаем, чтобы получать сотрудника желанного, активного и самостоятельного, решительного и так далее. И здесь, по моему мнению, срыт ответ именно в собственности. В горизонтальных отношениях нам известно, что мы делегируем собственность через процессы. Этим славится проектный подход, бирюзовые организации, бирюза, холократия, социократия. Но вот владелец или собственник не стремится или не думает об этом, или думает, но очень с опаской по поводу передачи в управление активами, владение активами. То есть тут как бы просматривается два типа управления собственностью. С одной стороны управлять собственностью в виде процесса, то есть процесс чей? Мой собственный, да? А с другой стороны управление собственностью активом. И в этом смысле тут как раз-таки происходит разрыв. То есть мы хотим одного, а получаем другое, потому что мы не посмотрели под большой лупой, а что же вообще в принципе является в компании собственностью, ну до конца ее рассмотреть. На мой взгляд, вот это вот противоречие по поводу собственности решил Шертаев. Я буду его сейчас рассматривать не со стороны экономики, я сейчас не буду его так сейчас под этой лупой рассматривать. Я буду его смотреть как технологию. Я считаю, что Магомед Шертаев повлиял на человека, применил приемы такие, при которых человек активизировался. Кажется, что Магомед Шертаев, он изобрел не модель и не систему, как ее принято называть в интернете, а технологию совладения. Или можно было бы так назвать, тоже интересное слово, технология самости. Вот эта вот технология самости, она влияет на производительность труда, то есть на активность человека, который такую неприлично большую цифру делает в производительности труда, из-за которой, собственно, происходит ввод новых технологий в предприятия, что уменьшает издержки и так далее. И как следствие, вот рождается вот такой колоссальный результат от деятельности. И чтобы это произошло, чтобы вот эта вот производительность труда, она вот такой вот была, как у Шертаева, необходимо дать в управление, ну, все. То есть он, этот человек Шертаева, он управляющий деятельностью, субъект деятельности. То есть здесь скрыто определенное поведение человека, не иначе. Вот кто такой человек Шертаева? В чем скрыто его поведение? В том, что человек, работающий у Шертаева, берущий на себя какой-то процесс в управлении, сталкивается с каким-то барьером. И чтобы понять, что это издержка, вообще поискать в своем процессе какую-то издержку, он выходит в состояние рефлексии, анализирует. Ну, такие условия просто созданы Шертаевым, чтобы он это сделал. Обращается в состоянии рефлексии, естественно, к поиску новых методов, способов, технологий и даже меняет систему разделения труда у себя внутри процесса. После этого происходит то самое повышение производительности труда, которое влияет на объем, сокращает время продукции и так далее. В этих кругах из образования, да, вот я сейчас буду иногда к этому обращаться, к этой сфере, потому что я там тоже состою. Так и говорят, что было бы хорошо, чтобы в школе родился или как-то получился технологический предприниматель. Так вот, у Шертаева он получился. Обычно предприятия заказывают технологического предпринимателя извне, чтобы поменять какие-то процессы внутри, там, производственные какие-то процессы, да. А у Шертаева он получился и внутри. Каждый человек Шертаева, от доярки до троиста, до среднего менеджмента, был технологическим предпринимателем. Что конкретно он сделал? И вот мы тут с Александром Чернышевым, известный кооператор. А как вот нам Шертаева, ну, как-то, ну, отделить от других способов и форм бирюзовых организаций? Ну, чтобы он был в такой, в идеальной форме, да. Понять, а Шертаев, как вот идеал, он какой? Как вот эталон, он какой? И мы нашли в нем ряд там принципов и условий, признаков, которые его отделяют. Ну, на мой взгляд, я красным вычеркнул, что самое главное, да, что он там два фонда обязательно создал в своей организации, отвечающей за разные, собственно, за завтра и за сегодня, как он говорил, да. Убрал заработную плату как вообще бессмысленную экономическую модель. Издержки за свой счет, наличие неделимого фонда и наличие арендного подряда, как новый способ взаимоотношений между предпринимателем и предпринимателем внутри системы Чертаева. Ну, вроде как понятно, там, можно сейчас дальше продолжать дискутировать, читать и каждое слово расшифровывать, понимать дальше, какие там были шаги, исходя из этих признаков и условий, можно было все придумать, да. Но задуматься нужно, а почему? Все-таки нужно, я для себя поставил вопрос, как бы углубление. Почему эти принципы так влияют на поведение человека? Почему в одночасье с какого-то вообще перепугу, прошу прощения, человек был ленивый, ну, см. сотрудник, его приходилось пихать, толкать, он допускал браки в производстве и так далее, стал в одночасье ответственным и показал вот такой вот процент производительности труда. Вот, знаете, вот этот вопрос и ответ мне шел два года, примерно с моими же испытаниями этих социальных техник в своих организациях. Вот, я получил работы уже в планториуме и частыми поездками в Сколково к австротскому Борису Марковичу. В образовании, собственно, такая же проблема. Почему я, как бы, сравниваю образование, организация труда на производстве? Ну, потому что это одно и то же. Вот у нас в образовании хотят получить от учителя те же показатели, ну, его производительность труда. То есть мы хотим, чтобы учитель вносил и включал в свой процесс в школу новые образовательные технологии, чтобы брал сам и включал. И также мы хотим, чтобы ребенок учился сам, был сам организован. Ну, понятно, да? И для этого существуют попытки создания и внедрения разных образовательных технологий, тоже напоминающих технологию сам, если только, конечно, не из области экономики, из области образования. И вот тут я уже буду копать глубоко. И, надеюсь, я вам тоже мое понимание донесу об этой глубине. Я уже о этом понятии сказал, что есть субъект деятельности, да? Слэш-управляющий. Вот нужно раскрыть, что такое субъект деятельности по-настоящему. Есть человек, который имеет какой-то замысел. Он задумал какую-то деятельность. Он в этой деятельности увидел, ну, как-то предполагает о каких-то способах, параметрах, риски предполагает. Не очевидны, но тем не менее предполагает. Дальше он видит себя в этой деятельности. Он думает о дефицитах, о своих компетенциях, способен ли он вообще к этой деятельности быть как-то расположен. Следующий шаг, он реализовывает, ну, это как бы, вроде как, все нам понятно. Реализовывает, делает действия к этой деятельности, он себе ставит планы, задачи и так далее. Когда он делает первое, да, это уже приближает его к цели. То есть тут уже происходит у человека целеполагание. Когда он делает первый шаг, естественно, он, так или иначе, сознание человека, мышление выходит в рефлексию. Он задает вопрос, анализирует вообще, а его первое действие, шаг к реализации, соответствует его образу деятельности или не соответствует. И когда он все это проделал, это может быть не в порядке какой-то очередности, но в принципе, когда он эти шаги проделал, то можно было бы усмотреть в этом человеке субъектность. То есть вообще субъектность – это такое качество личности, оно, как и талант, по умолчанию в человеке присуще, оно есть. Просто с некоторыми факторами жизни, при взаимодействии с родителями в школе, в предприятии, это фактор, субъектность подавляется средой. Мы помним, да, схема Зинченко, она управляет поведением, значит, и субъектностью теперь. И вот как мы отличаем субъектный человек или объектный, или он объект управления чьего-то? Ну просто в нем есть признаки, он самоопределен, он знает, что ему нужно делать, без всякого там тычка сзади. Он самоорганизован, ну это типа тайм-менеджмент, у него все по расписанию. Он умеет рефлексировать, то есть он может входить в состояние такого анализа и, значит, свои шаги оценивать, риски и так далее. И тут я как бы ближе уже к чертаеву подхожу. И вообще к всей этой истории по поводу управления процессами и активами. В этом слове самоопределение лежит такой подпризнак владения. Я пока не буду доказывать его, слишком долгая полемика будет, почему это слово самоопределение включает владение. Это философский такой признак, но пока вам придется поверить на слово владение. Владение чем? Но если он руководит своими действиями по отношению к деятельности, он к ней идет, он руководит процессом. То есть он владеет процессом. Когда он владеет процессом, он, конечно же, свою деятельность уже как-то в материальную вещь переводит. Он начинает этим процессом наращивать актив, некую собственность, актив. Поэтому естественным образом он должен владеть этой собственностью. Из этого следует, что субъектный человек – это владелец и процесса, и актива одновременно. Вот это вот владение возможно только в условиях свободы. И вы ведь не будете же отрицать, что вот такое поведение, когда человек знает, что ему нужно, самоорганизован, это предприниматель. Предприниматель в каком? Почему он так себя ведет? Потому что он владеет всем, что вообще происходит с деятельностью, и с процессами, и активами. Но если он будет ограничен какими-то рамками, не знаю, в рамках иерархической модели управления, он не будет предпринимателем ограничен в свободу. Конечно же, это не значит, что свобода – это типа вседозвольность. Нет, если мы говорим о чертах и вообще, в принципе, о коллективных каких-то, групповых взаимодействиях с людьми, то эти условия, они договорные. Мы знаем, что с пятого этажа прыгать нельзя, это риски. Мы знаем, что в организации ходить голым нельзя, это, ну, как минимум, не те ценности и так далее. То есть, короче говоря, владение и сама субъектность человека, она раскрывается в условиях свободы. Перенесу ваше мышление из организации, допустим, в школу, мы все были детьми, все имейте отношение к школе, потому что вы родители. Если у ребенка нет свободы, и он не управляет учебным процессом, и он не имеет отношения к собственности школы, он не является владельцем, то мы его в этом смысле насилуем, мы подавляем его субъектность. Он не субъект деятельности, он подавленный теперь. Вы понимаете, да, такое сравнение? Я заопределиваю, но чтобы точно уловили, что есть владение, что есть субъектность. И теперь понятно, почему поведение человека, сотрудника Чертаева, оно вот такое, с таким высоким показателем производительности труда. Потому что он владелец деятельности полностью, всей. Дальше. Я почти заканчиваю. Что сделал конкретно Чертаев? Ну, поскольку понятно, что о Чертаеве говорят как о модели и как о системе. Я говорю о Чертаеве как о технологии. О технологии распаковки, про распаковки субъектности человека. Она была подавлена ввиду своей жизни, да, в разных ситуациях и условиях. А Чертаев раз ее и распаковал, то есть вскрыл ее. Человек стал свободнее. Каким образом он это сделал? С помощью этих двух фондов. Фонд на сегодня, фонд на завтра. Что имеется в виду? С точки зрения сегодня, фонд потребления сегодня, человек теперь владел процессом, всеми операционными задачами в них. И, владея процессом, он, естественно, владел и активом. Через что? Ну, как через что? Теперь, как бы, имущественный актив у него может уменьшаться, потому что за издержку он платит из своего кармана, да? С левой стороны, что происходит с процессами и с владением активом? Ну, то же самое. Человек инвестирует в какую-то общую пользу, инвестирует в развитие предприятия. Он инвестирует во что? В актив. В чей актив? В свой актив. То есть, он владеет своим активом. И тут, можно так сказать, что субъект деятельности, он точно появляется у Чертаева. И это свободный человек. Это вот, как бы, с помощью этой технологии чертаевской, можно так сказать, что происходит реализация человеком свободного труда. Что еще? Какой вывод можно сделать? Еще интересный вывод, есть вот, подчерта его, что его фонды, это про, ну, если фонд потребления, это про создание ответственного бизнеса. Здесь вот очень высокая предпринимательская активность бизнеса, да? В другой стороны, внутри системы. В другой стороны, это создание сообщества. Ну, потому что там деньги в фонде накопления копились на какие-то общественные нужды. Помним, да? Школа, там, здоровье, там, ну, и так далее. На общественные нужды. И вот я написал сообщество, потому что, хоть хочется написать другое слово, тут не сочтите меня маргиналом. Вообще-то, Чертаев создал не сообщество, а общину. Там были свои, ну, общинные ценности с помощью этого фонда. То есть, теперь мы можем сказать точно, что Чертаев, его, это технология, она поспособствовала формированию и бизнеса, и сообщества одновременно, что гарантирует, именно из-за этого гарантирует высокую производительность труда, 6400%. Если Чертаев – это технология, тогда нужно как-то пробовать ее нормировать, попробовать нужно нормы вычленить. Ну, иначе как мы тогда ее воспроизведем? Ну, нужно, если мы хотим воспроизвести Чертаева у себя, эту модель системы, мы должны нормировать эту деятельность. Ну, вот я так подумал и нормы, как бы, вычленил, да, то есть, есть обязательные, есть вспомогательные нормы, исходя из которых уже можно, в общем-то, проектировать у себя на предприятии, это кто, если хочет, проектировать процедуры перехода. То есть, нужно знать свои нормы, какие сейчас в текущих событиях, да, у вас, и, собственно, делать уже процедуры перехода к нормам Чертаева. Еще кое-что, ну, это тоже, как бы, слишком грубо, конечно же, грубо, но, тем не менее, вот, по поводу производительности труда, вот, пока Чертаев показывает эту высокую цифру, бирюза, как мне, я покопался в цифрах, нашел 500%, да. Так вот, сама по себе бирюза, ну, это холократия, соцократия, она вынуждена, она не может быть посередине, она или стремится обратно в стагнацию, по своим отношениям, вниз, потому что, из-за чего, ну, владелец бизнеса может испугаться потери своего актива, и она раз вниз, да, в вертикальном управлении. Либо в абсолют, к Чертаеву, там, где он уже, в смысле, там, где уже становятся совладельцами все, а не только он. Не нужно пугаться, вот, предпринимателю, владельцу компании, что он теряет свой актив. Там же разное много инструментов есть, что актив можно в неделимый фонд, или нет, в делимый фонд, да, положить, распределить, вот, он может его забрать, если он хочет. Ну, то есть, тут разные инструменты, и владельцу нужно просто подумать внимательно. Вот, но с ростом производительности труда, с переходом в абсолютный, там, тип свободы трудовых отношений, возрастает субъектность коллектива, его активность и его ответственность. Чем ближе он к иерархии, тем он безответственный. Значит, и тем самым, я так, ну, как бы, второй тезис, я для себя подтверждаю, что, доказываю, подтверждаю, что одним процессом владеть, ну, это, как бы, не то пальто, извините за сравнение. Потому что, когда субъектность раскрывается на владении процессом, ну, человек раз, дали ему, делегировали в управление процессом, и субъектность его раз, и раскрылась. То есть, он управляет процессом, становится уже самостоятельным. А как же, он же этим процессом расширяет актив чей-то, а чей актив расширяет? Ну, он должен быть его актив. А владеть активом ему не дают. В этом, собственно, и противоречие, почему Брюза может, собственно, уйти либо в иерархию, или нужно будет пересмотреть и уходить черта его, условно. Вот, если есть желание, собственно, переходить, нужно понимать, это уже возвращаясь к первой схеме, что сейчас в текущей ситуации в нашем коллективе, условно, коллектив, объекты деятельности с нулевым процентом производительности труда, желаемая вот такая, да. Что значит нужно сделать? Нужно понять, какие нормы в текущей ситуации и спроектировать нормы перехода для желаемой ситуации, чтобы быть, допустим, что нам известно, да, из желаемой ситуации. Есть эталон в виде чертаева, есть образцы бирюзовых организаций, в принципе, там тоже можно покопаться в этих правилах, какие можно взять за, ну, для себя. Вот, есть нормы чертаевские, вы их видели, можно уже, как бы, потихонечку переходить в процедуры. Тут я уже совсем почти закончил. Значит, компания Эвка, акциональное общество, очень интересный опыт, и там тоже именно про совладение. Они показывают очень, рост прибыли высокий. Я не нашел в общем доступе их производительность труда, вот эту цифру, да, какая она у них. Но чем отличается акциональное общество от кооператива? По мне кажется, с точки зрения субъектности, не экономики, не юридической стороны, а именно субъектности. То, что, например, Иванов владеет 10% акций, Петров владеет 25% акций. Вот Петров более субъектен, потому что у него больше ответственности, у него ответственность субсидиарная, да, по акциям. А кооператив – это всегда один голос, один человек, и доходы, дивиденды, исходя из вложений его собственных. Поэтому в этом смысле Чертаев переплюнул всех на долгие годы вперед, с точки зрения совладения, владения и обеспечения вот такого поведения активного в компании. Меня Рустам попросил какие-то книги, ну, что-то для примеров. Ну, очень интересно, то есть вот это все про Бирюзу, да, Мэверик. Он, собственно, там и пишет, что в какой-то момент Бирюза, ну, когда он работает в Бирюзе, как выглядел из компании, он понял, что он уже не нужен компании. И там, естественным образом, получается, люди выходили из компании, из корпорации, открывали свои мини-преприятия, да. Ну, это же понятно, человек стал субъектен, он будет выходить из компании, если ему до конца не предъявляют актив. Он будет свое открывать, он же самостоятельный. Да, это как бы неплохо, нехорошо, они взаимодействуют с корпорацией, с такими договорами. Вот, ну, там кому как удобно. Вот, из этой книги можно взять, это вот, Мэверик, это про анализ, да, про анализ вообще работы холократии и так далее, Бирюзовых компаний. А здесь можно взять, если вы, допустим, кооператив, у кооператива большой минус в том, что они не умеют управлять встречами, нет алгоритма, здесь это можно взять. Там отличные, собственно, прописанные алгоритмы управления встречей. Вот все. Коллеги, спасибо большое, я закончил. Спасибо, Сергей. Я думаю, у присутствующих будут вопросы. Я позволю задать пару вопросов. Скажи, пожалуйста, правильно ли я услышал, что ты делаешь акцент на совладении, на том, что сотрудники должны владеть компанией через те или иные инструменты, и здесь кооперативная форма важна, что без нее не получится реализовать вот тот рост субъектности, о котором ты говоришь, или я неправильно понял? Да, это принципиально важно. Это если короткий ответ. Если чуть подлиннее, то, ну, к сожалению, я не нашел другой формы, которая бы показала такой рост, как у Чертаева, потому что пришлось изучить Чертаева в смысле, а организация Чертаева – это предприятие или кооператив? И второй вопрос, а означает ли это, что государственные структуры, классические частные компании, они обречены на неполноту реализации этих практик, и, соответственно, они будут застывать в неком промежуточном неустойчивом состоянии, которое либо будет так вот сохраняться, либо будет откатываться к обычной иерархической модели? Совершенно верно. Они будут вот здесь, потому что они отдают во владение только процессы. И тогда третий вопрос, он напрашивается сам собой. Если у нас есть вот эта модель, назовем ее Чертаевской, то по какой причине она массово не масштабирована? Является ли это просто следствием сложности юрформы, отсутствием опыта специалистов в работе по такой системе? Или здесь есть еще какие-то факторы? Потому что, ну, Чертаев — это колхозы, это начало истории в Советском Союзе, где был гарантированный сбыт по фиксированной цене. То есть это определенные экспериментальные условия. Вот можешь как-то свое мнение сказать, почему мы не живем в чертаевской экономике, скажем так? Конечно. Ну, тут два ответа. Первый ответ. И я отвечаю, потому что я понимаю, что технологии образовательные также не внедряются. То есть, да, если я из области образования скажу, что там происходит то же самое. Почему дети сами еще не учатся? Ну, потому что первое А — это невежество. Невежество, как это сказать, людей в этих системах. Типичное невежество. Это самый первый и самый простой был ответ. А второй ответ. Чтобы воспроизвести Чертаева, Чертаев — это технолог, который вводил эти все режимы на предприятие, нужно воспринимать Чертаева как технологию. Нужно деятельность Чертаева нормировать. Я как мог сейчас своим одним умом попытался эти нормы как бы вычленить. То есть, по сути дела, чтобы Чертаев пошел, нужно, чтобы люди поставили позицию технолога и начали нормировать свою деятельность, понимать эти нормы и затаскивать нормы другие. Ну, а это, в свою очередь, требует некоторой инвентаризации бизнес-процессов, классического нормирования. Это, в любом случае, трудозатратно. И у нас еще пять минут на вопросы. Поэтому, Михаил, тебе слово. Да, спасибо за слово. Такой вопрос. Вы изначали Сергея Чертаева, его опыт. А проводили сравнение с опытом зарубежным, датских industrial foundations, вообще самовладимых компаний, фонд Purpose Армена Штернагеля. Вот как там это организовано? И какие-то, есть ли какие-то параллели? Как оно? Вот это название, которое вы говорили, нет, не анализировал, не знаю ли компании. И поэтому первым анализом начинается с поиска именно этой цифры, производительности труда, чтобы можно было как-то сравнить. Но, в принципе, конечно же, я сравнил, например, Toyota, производство Toyota. Там как будто бы все как у Чертаева. Там коллективные решения, там все про то, как это там коллективно, совместно, кружки качества и прочее, прочее, прочее. Все там про субъектность, но там опять-таки они останавливаются, компания Toyota останавливается только на делегировании процесса, но не актива. Да, они делятся акциями, там есть такая штука. Это что-то напоминает компанию Эвка, где-то в каком-то смысле, но все-таки пока Чертаев очень далеко. Есть еще опыт, я так понимаю, этого нашего, у меня Дима и Дмитрия здесь, вчера буквально обсуждали. Oil Energy, Дмитрий Зацепин, вот я из Oil Energy, если что. И это про Дмитрия Серякова. Да нет, 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 да, я про Дмитрия Серякова. Мы обсуждали советский опыт еще одного технолога, похожего на Чертаева. Я фамилию забыл, я напишу, извините, я забыл, правда. Вадянов, наверное, не Компас? Ельниченко, как вы? А, все, окей. Ельчининов, о, Ельчининов, да. Он что сделал? Он, по сути дела, почти сделал то же самое, что и Чертаев, только как будто бы он создавал фонд потребления. То есть можно с чего начинать? Да, он там тоже показывал колоссальный рост производительности труда. Поэтому кто, если кому-то нужно начинать, в принципе, вводить технологию Чертаева к себе, он может сначала обратиться к опыту Ельчининова, который как бы начинает работать с фондом потребления Чертаева, да, создавать его. Это совладение процессами. А потом перейти на совладение активами уже более глубоко, это уже Чертаев, да, вот сюда вот уже, в общественную пользу, строить общину. Задача предпринимателя сделать и хороший бизнес в своей модели, да, и общину. Тогда вот такой будет рост. Спасибо. Так, Михаил, комментарий, вопрос? Да нет, просто я не хочу лишний раз нас рекламировать, поэтому просто… Ну, у нас тоже наш опыт похожий, результаты показывает, да, буду рад, если приедете. Спасибо. Еще есть время на один вопрос, с учетом задержки старта, если кто-то хочет, или пойдем дальше. Вопросов нет. Сергей, большое спасибо. Ладно, спасибо и вам, ребят.